23 декабря прошлого года Харьковским городским советом выделено порядка 28 гектар земли обслуживающему кооперативу ЖСК «Жилстрой-1». Это 5 земельных участков, поэтому и 5 исков. Это 6 гектар по Московскому проспекту между улицей Северной и улицей Северина-Потоцкого, 5,7 гектар по Московскому проспекту от 12 апреля до улицы Библика, ну и так далее. Мы считаем, что эта схема незаконна, и собственно прокуратура тоже так считает, прокуратура обжалывает, и вот недавно часть из уже выделенной земли вернулась в собственность городской громады. Собственно, эта схема, к сожалению, продолжает работать до сих пор. На будущей сессии, которая состоится послезавтра, планируется выделение городской земли в парке Шевченко, структурам тоже связанной с «Жилстрой-1». Мы, наша организация считает, что это недопустимо, и мы, собственно, подавая тиски, хотим вернуть эту землю в собственность городской громады, в собственность города. Действительно, вот эти вот 28 гектаров городской земли, они перешли в собственность территориальной громады города в собственность обслуживающего кооператива, который называется «Жилищно-строительный кооператив «Жилстрой-1». Причем, собственно говоря, вообще незаконность этой схемы. Действительно, действующее законодательство предусматривает возможность выделения земли безоплатно к кооперативам. Причем земля, она передается не в аренду, она передается сразу в собственность. Каких-либо ограничений, сколько, где, как этой земли выделять, закон не предусматривает. То есть в принципе можно любой земельный участок, любой площадью поменять ему целевое назначение и передать этот земельный участок под застройку такому жилищно-строительному кооперативу. На сегодняшний день вот эти кооперативы существуют в организационно-правовой форме обслуживающих кооперативов. Это условно частные структуры. Вот эти вот частные структуры, они маскируются под жилищно-строительные кооперативы, получают землю бесплатно, застраивают ее и соответственно просто-напросто берут и продают потом квартиры в этих домах, которые они построили. При этом объемы той земли, которая выделяется и соответственно стоимость этой земли, она составляет даже не миллионы, а миллиард гривен. И в результате реализации этих схем городской бюджет города не получает абсолютно ничего. Обслуживающий кооператив ЖСК «Жилстрой-1» организовало три юридических лица, в том числе ТРЕС «Жилстрой-1». То есть с точки зрения закона выделение этому кооперативу земли, тем более в таких особо крупных размерах, является явно незаконным. И вот это вот в судебном порядке мы будем доказывать. К нами в рамках этих исков в каждом из них заявлено по два исковых требования. Первое требование касается признания незаконным и отмены соответствующих решений Харьковского городского совета. А второе требование касается возврата земельных участков в собственность территориальной громады города Харькова в лице Харьковского городского совета по соответствующим актам приема-передачи. Продолжение следует...